За счёт отличной работы сценаристов, исполнителей главных ролей и, конечно же, невероятной химии между ними, пролетевший сезон сериала сумел влюбить в себя многих телезрителей с первой же серии. Было очень жалко прощаться с такими интересными героями. Уже вскоре после выхода сериала появились слухи о его продолжении, которые вызывают у поклонников массу вопросов. На сегодняшний день спрос на продолжение очень велик. Многие зрители отметили, что будут рады, если история получит долгожданный зелёный свет на съёмку новых эпизодов. Пока что нет ни одного официального заявления от создателей. Это значит, что нам придётся подождать ещё какое-то время, пока создатели не представят нам анонс долгожданного нового сезона. Подробностей о продолжении очень мало. Достоверных дат сейчас и вовсе нет. Многие сериалы объявляли о своём грандиозном продолжении даже спустя много лет после затишья. Так что надежда всегда есть, и в этой ситуации остаётся лишь следить за поступающей информацией и новостями в сфере кино. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки, от любимых детских фильмов до культовой классики, в наши дни кажутся повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков, одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определённых фильмов или сериалов с семьёй и друзьями, и возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновлёнными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Ещё одна причина их популярности – то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать её свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку, персонажи или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков – сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всём мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут переданы наилучшим образом. Одним из распространённых подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актёрами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актёры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актёров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актёрское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход – это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актёров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда всё сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится всё более важным. По мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Всё это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создаёт новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений, спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим. Кинопроизводство – это совместный процесс, в котором участвуют многие люди, каждый со своим уникальным творческим видением и вкладом. Хотя это может привести к удивительным произведениям искусства, это также может привести к конфликтам между актёрами и режиссёрами во время съёмок. Конфликты могут начаться ещё до того, как камеры начнут работать на этапе подготовки к съёмкам. У режиссёров есть чёткое представление об истории, которую они хотят рассказать, и о персонажах, которых они хотят воплотить в жизнь. Однако актёры могут по-своему интерпретировать персонажей, которых они играют, что может не совпадать с видением режиссёра. Это может привести к разногласиям по поводу того, как следует изображать персонажа, от его внешности до личности и манер. После начала съёмок могут возникнуть конфликты по поводу направления сцен. Режиссёры могут просить актёров произносить реплики или выполнять действия определённым образом, но актёры могут не соглашаться с данным направлением. Они могут чувствовать, что их интерпретация сцены более точна или что направление не соответствует мотивам их персонажа. Это может привести к напряжению и разочарованию на съёмочной площадке, поскольку обе стороны пытаются достичь желаемого результата. Ещё одним фактором, который может привести к конфликтам, является эго-актёров. Актёры, добившиеся успеха и признания, могут иметь сильное чувство собственного достоинства и своих способностей. Это может привести к столкновению с режиссёром, который может почувствовать, что актёр не следует их видению или руководствуется направлением. Точно так же у режиссёров может быть сильное чувство собственного творческого видения, что может привести к конфликтам с актёрами, которые считают, что их собственные идеи не воспринимаются всерьёз. Конфликты могут возникать из-за различий в стилях работы. Некоторые актёры могут предпочесть много репетировать перед съёмкой сцены, в то время как другие предпочитают импровизировать и работать прямо в процессе. Точно так же у режиссёров могут быть разные подходы к съёмке, некоторые предпочитают снимать несколько дублей, чтобы запечатлеть ряд выступлений, в то время как другие предпочитают снимать меньше дублей и полагаться на постпродакшн-монтаж. Хотя конфликты между актёрами и режиссёрами во время съёмок могут быть сложными, они также могут быть конструктивными. Когда обе стороны открыты для обратных связей и готовы идти на компромисс, конфликты могут привести к более сильному и детализированному конечному продукту. Однако важно, чтобы и актёры, и режиссёры общались открыто и уважительно, чтобы конфликты не стали деструктивными или не сорвали всю съёмку. Приглушённый свет, попкорн в руках. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала – это любимое времяпрепровождение для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто нажать кнопку «Стоп» и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых пятнадцати минут, скорее всего он не станет лучше. Мы все виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится. Но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений? В основе киноиндустрии лежит желание рассказывать истории, захватывающие воображение зрителей по всему миру. Однако, когда на карту поставлены миллионы долларов, кинокомпания также участвует в ожесточенной конкуренции за лучшие таланты, самые инновационные технологии и самые прибыльные сделки по распространению. Итак, что же делают кинокомпании, чтобы продвинуться вперед? Ответ кроется в их подходе к рассказу историй, маркетингу и распространению. Чтобы выделиться на переполненном рынке, студиям необходимо производить фильмы, которые захватывают воображение зрителей и создают шумиху в социальных сетях. Это означает, что кинокомпании постоянно инвестируют в новые технологии, нанимая лучшие кадры и разрабатывая уникальные концепции, которые выделят их среди конкурентов. Каждый аспект кинопроизводства, от визуальных эффектов до звукового дизайна, тщательно изучается и оптимизируется, чтобы обеспечить максимально захватывающий и увлекательный опыт. Но конкуренция не останавливается на достигнутом. После того, как фильм готов, студии должны выяснить, как продвигать его в массы. Это означает создание привлекательных трейлеров, проведение рекламных компаний в социальных сетях и даже сотрудничество с брендами для продвижения их фильмов. Конкуренция между кинокомпаниями – это то, что движет индустрию вперед. Это то, что держит кинематографистов в напряжении, вдохновляет на творчество и расширяет границы возможного. А для кинозрителей это означает, что мы можем наслаждаться бесконечным потоком удивительных фильмов и сериалов, которые переносят нас в другие миры. Добро пожаловать в мир развлечений 21 века, где компьютерная графика стала неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. От захватывающих дух пейзажей до реалистичных динозавров, компьютерная графика произвела революцию в том, как мы рассказываем истории на экране. Но почему использование компьютерной графики стало настолько распространенным? Проще говоря, это потому, что они позволяют кинематографистам создавать вещи, которые невозможно или непомерно дорого сделать в реальной жизни. Хотите показать инопланетное вторжение на Землю? С компьютерной графикой проблем нет. Хотите воссоздать историческое событие, такое как крушение Титаника? Компьютерная графика может помочь в этом. Но речь идет не только о создании вещей, которые невозможны в реальной жизни. Компьютерная графика также может помочь сделать вещи более реальными. Например, представьте, что вы снимаете сцену в городе, но перекрывать улицы и привлекать всех людей и автомобили слишком дорого. Компьютерную графику также можно использовать для создания виртуальных декораций, которые можно использовать для съемок сцен в местах, которые слишком опасны или непрактичны для съемки. С помощью компьютерной графики вы можете создать цифровую версию города и добавить туда всех людей и автомобили, давая вам более убедительную сцену. Еще одна причина, по которой компьютерная графика в фильмах и сериалах так распространена, заключается в том, что она экономит время и деньги. В прежние времена кинематографистам приходилось создавать сложные декорации и модели, чтобы воплотить свое видение на экране. Это потребует много времени и ресурсов. Но с компьютерной графикой вы можете создавать все, что вам нужно в цифровом виде, что может сэкономить много времени и денег. Но несмотря на вызовы, компьютерная графика стала неотъемлемой частью индустрии кино, и без нее сложно представить мир. От эпических сражений до ошеломляющих визуальных эффектов. Компьютерная графика позволила нам рассказывать истории способами, которые когда-то были невозможны. Кастинг на роли в фильмах и сериалах – увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта. Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта. Успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить. Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным. Первым шагом в кастинге является определение ролей и характеристик персонажей. Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробные описания каждого персонажа. Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид. Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам. Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора. Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь. Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять ведение проекта и определить, какие актеры нужны. Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров. Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам. Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов. Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания. Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходит ли они для этой роли. Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк из сценария и иногда импровизацию. После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли. Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность. После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту. Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта. Когда все согласовано, актеры подписывают контракты и проект продвигается вперед. Каскадеры в фильмах и сериалах – невоспетые герои индустрии развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательность действий, и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимое для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк – это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности. От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть в действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма – сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Все, от режиссера до актеров и съемочной группы, играют жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей. Чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой. Но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Все эти факторы могут повлиять на количество дублей, необходимые для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни. Все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшна. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количество необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшна фильм готов к прокату. Однако, прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все эти шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности. Каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний, СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитости управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключении отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со стороны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потери конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя. Все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей. Кино и сериалы – это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможность испытать разные миры и форму развлечения, которые не похожи ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос, всегда ли фильмы и сериалы окупаются. На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падении рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема – вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов, и хотя они могут предлагать значительные суммы денег за право на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенной выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарования славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй – все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов. Другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле. И лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают. И даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше. Иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты. И даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии. И поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже права собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция – платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий, и, конечно же, денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества. Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме «На средневековую тематику» костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный, задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. Режиссеры – невоспетые герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, превращая слова на странице в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться, режиссерам во время съемок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры – управление эго-актеров. Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходят на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед. Время – еще один враг, с которым режиссеры должны бороться. Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещения и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь – это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино – это незабываемые впечатления. Когда вы видите своих любимых актеров на экране, вы можете задаться вопросом. Что они делают весь день на съемочной площадке? Вы можете представить себе, как они потягивают латте в своих трейлерах, получают ретушь от визажистов или репетируют реплики со своими коллегами по фильму. Но правда в том, что актеры занятые существа. И для создания фильма или сериалов нужно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, актеры тратят много времени на подготовку к своим ролям. Это означает изучение персонажа, которого они будут играть, изучение сценария и понимание мышления человека, которого они изображают. Они могут встретиться с режиссером и другими актерами, чтобы обсудить своих персонажей и историю в целом. А также поработать с тренерами над совершенствованием своего акцента, физических движений или других навыков, которые требуются для их ролей. После начала съемок актеры проводят долгие часы на съемочной площадке, часто пребывая до рассвета и уезжая после захода солнца. Они могут часами снимать одну сцену, повторяя одни и те же реплики и движения снова и снова, пока режиссер не будет удовлетворен. В перерывах между дублями они могут пересмотреть свои реплики, перекусить или поболтать со своими коллегами по фильму, чтобы создать химию и дух товарищества. Но съемка – это не только гламурные моменты, которые вы видите на экране. Актеры также проводят много времени в ожидании. Они могут ждать, пока настроят освещение, настроят камеру или пока будут сняты другие сцены. Это время простое может разочаровывать, но это необходимая часть процесса. Актеры используют это время, чтобы отдохнуть, просмотреть свои реплики или просто понаблюдать за тем, что происходит на съемочной площадке. Помимо съемок, актеры также могут уделять время продвижению своих проектов. Это могут быть интервью с журналистами, выступления на ток-шоу или посещения премьер и мероприятий для продвижения своей работы. Эти действия могут быть утомительными, но они являются важной частью распространения информации о новом фильме или сериале. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей, киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, которые они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, трехмерными технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразие, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост стриминг-сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социально и политически сознательные фильмы, поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций. Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор. Например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или может быть это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность. Которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидение таким захватывающим и непредсказуемым. Нужны ли титры, если их никто не читает? В конце концов, зачем тратить драгоценное время и деньги на то, что никто никогда не увидит и не оценит? Это серьезная проблема, но ответ не так прост, как вы думаете. Титры являются неотъемлемой частью любого фильма или сериала. Они служат способом признать тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые внесли свой вклад в проект. Каждый человек, от режиссера и актеров до съемочной группы и звукооператоров, играет жизненно важную роль в воплощении истории в жизнь. Титры позволяют нам признавать и ценить усилия, затраченные на создании наших любимых фильмов и сериалов. Но что, если их никто не читает? Значит ли это, что они не нужны? Не обязательно. То, что люди не ищут активно титры, не означает, что они не важны. Подумайте об этом. Когда вы в последний раз смотрели фильм и сразу же выключали его, как только пошли титры? Скорее всего, вы, вероятно, позволили им играть в фоновом режиме, пока проверяли свой телефон или убирались в гостиной. Титры, возможно, не были главной достопримечательностью, но они все еще были там, молча выполняя свою работу. Кроме того, титры служат практической цели, выходящей за рамки простого признания. Они часто используются как способ документирования юридических и финансовых аспектов производства. Контракты, лицензионные соглашения и уведомления об авторских правах часто включаются в титры, что делает их неотъемлемой частью юридической документации проекта. Без них могут быть серьезные юридические и финансовые последствия. Титры также могут быть способом почтить наследие тех, кто скончался. Многие фильмы и сериалы включают в титры сегменты памяти, чтобы отдать дань уважения актерам или членам съемочной группы, которые скончались. Эти сегменты служат трогательным напоминанием о влиянии этих людей на проект и отрасль в целом. Может показаться, что титры не нужны, их никто не читает. Но на самом деле они являются неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. Они служат практическим, символическим и сетевым целям и признают тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые вносят свой вклад в каждый проект. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивление и удовлетворение. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Безопасность при съемке – это не просто вопрос галочки или соблюдения набора правил. Речь идет о том, чтобы каждый мог работать с полным спокойствием, зная, что об их благополучии заботится. В быстро меняющемся и динамичном мире кинопроизводства безопасность имеет решающее значение, и ее нельзя под угрозу. Подумайте об этом так. Вы на съемочной площадке, камеры работают, а актеры разыгрывают особенно напряженную сцену. Внезапно вы слышите громкий треск и, повернувшись, видите, что с потолка упал свет, едва не задев одного из актеров. Это душераздирающий момент, и никто не хочет переживать его. Вот почему так важна безопасность при съемке. Речь идет о создании среды, в которой подобные аварии просто не происходит. Речь идет о том, чтобы убедиться, что каждая часть оборудования надежно защищена, каждый провод имеет надлежащую изоляцию, а каждый член съемочной группы обучен быстро и эффективно реагировать в чрезвычайной ситуации. Но безопасность съемок – это не только предотвращение несчастных случаев. Это также касается создания атмосферы, в которой может процветать творчество. Когда вы знаете, что о вашей безопасности заботится, вы можете сосредоточиться на своем ремесле, будь то игра, режиссура или работа с камерой. Вы можете достичь новых высот, зная, что вы в надежных руках. Также важно, чтобы все члены съемочной группы были должным образом обучены и квалифицированы для выполнения своих функций. Например, операторы камер должны быть обучены работе на высоте и использованию привязанных ремней, а электрики должны быть обучены безопасной работе с электричеством. Убедившись, что все должным образом обучены, можно значительно снизить риск несчастных случаев и травм. Не секрет, что даже лучшие актеры и актрисы допускают ошибки во время съемок. Иногда они забывают свои реплики, или их костюмы рвутся, или они просто спотыкаются и падают. И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и веселых моментов в истории кинематографа. Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы еще больше. От пропущенных строк до спотыкания о реквизиты. Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф. Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актеров и актрис. Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и самые безупречные исполнители все еще подвержены ошибкам. И давайте смотреть правде в глаза. Видеть, как они смеются, ругаются, может быть совершенно милым. Но ляпы – это не просто развлечение для зрителей. Они также являются ценным инструментом для кинематографистов. Изучая ошибки, возникающие во время съемок, режиссеры и монтажеры могут определить области, в которых можно сделать улучшение. А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант. Конечно, не все ляпы попадают в финальную версию. Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать. Но теперь многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, легко доступны для всех желающих. Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция. Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо. Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли. Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль. Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры. Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера. Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции. В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера. Но физическая подготовка – это не только посещение тренажерного зала или пробежка. Это также забота о своем теле и разуме другими способами. Здоровое питание, достаточное количество сна и время для ухода за собой. Все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее. Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы и наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью как на сцене, так и за ее пределами. При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен. Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты. Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится все более инклюзивной и принимает различные типы телосложения. Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу. И многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма – это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник – независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают право сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют право на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций.